всем привет дорогие друзья меня зовут антон и сегодня я решил дать второй шанс игре фишер онлайн принципе обзор набрал но немало просмотров на самом деле да и поэтому я взялся потому что есть мои подписчики или просто новые зрители канала поддержат меня я буду снимать что-то типа путь новичка ну или просто поигрывать эту игру до смотреть на контент качать уровень и подниматься по рейтинговой лестнице вверх что же пятки а я уже немножко поиграл за кадром в эту игру стримил на трава даже были зрители как ни странным потому что никто из моих youtube подписчиков не знает о моем про ну возможно там два человека знают так вот и ребятки на трава стиме больше не буду мне не очень того понравился в игре я вышла куча обновлений обновилась ребятки здесь короче немножко графика скоро будет какой-то огроменный патч что на самом деле нереально круто но я подумал игра ведь обалденная ребят на самом деле игра супер крутецкая немножко мы конечно громкость окружения и звуков сделаем потише ну а так то ребят вы не поверите сколько здесь всего на самом деле крутого есть во первых это очень классная оптимизация в самой игре то есть я хоть играю на максимальных настройках да что в русской рыбалкой себе позволить не могу графика здесь ну ничем не хуже на самом деле а местами даже приятнее мне нравится механики которых давно не хватает русской рыбалки 4 но при этом здесь и нету того что есть русской рыбалки 4 это немножко разные все-таки игры хоть и ничем-то и похоже например какой-то более живой мир выпрыгивают рыбки из воды вот как сейчас например да ребят видно животных на локации те же птицы они какие-то более до настоящие на некоторых локациях есть коровки и так далее прочитал с последнего обновления короче игры и узнал что здесь есть локация дом да давайте мы съедем на водоем они это на водоеме а мы устроим путешествие и здесь есть у нас локация дом персонажа или как а вот дом рыбака но надо на доме рыбака трясатуры и вот это да самом деле это приватная территория ребят здесь может собирать дары леса то есть там отвлекаться немножко сверки то грибочки коллекционировать рыбу и многое другое это здорово вау сейчас мы находимся ребятки на локации которая называется у нас озеро вазардом это германия вот мы уже рыбачили беларуси но сейчас пятого уровня у меня открылся ребята у меня уже шестой уровень у меня открылся германия а если так посмотрите что здесь ловил да вот у меня есть один трофейный йорк кстати рыба удачи любимая рыба это карасики 36 штук я их словил ну и наибольшая рыба это пока что вот такой вот небольшой карп думаю что эту серию мы начнем с того что тоже половине много карпов тем более я уже приловчился не заходил я в игру где-то ну около дней 30 ну где-то месяц примерно плюс-минус ну так чисто грубо говоря да и сейчас мы в германии посмотрим вот карта наша да я стал вот на вот эту точку возле дамбы и мы попробуем половить здесь карпов на что собираюсь ловить карпов спросите вы меня я вот купил себе вот такую вот удочку на 12 килограмм чекам да и на эту удочку установил вот бойлики фруктовые 2 размер крючочка все по красоте если что менее установлено прикормка и я думаю что поставил карповую ваниль кукурузку да я купил себе готовую не крафтил ее в этот раз а вот взял готовую карповую прикормочку окей это у нас первое удилище единственное что как тут настраивать клипса все дела вот это вот все я уже забыл черт возьми с минус да я уже забыл ребят давайте пробуем забросить подальше нам просто надо подальше забросить о вот туда мы забросили принципе это неплохо удочка здесь ставится по моему на и крик на т блин к желудочка ставится скажите мне так это открыть катушку закрыть катушку принципе здесь то все в этом плане понятно на юный игрек нет f1 давайте посмотрим поставить удочку поставить точку мы можем на y y не хочет устанавливаться удочка почему не хочет сейчас ребятки я попробую решить проблема на на альт у нас мышкой игры игры я же поменял боже я поменял настройки у меня на на мышку ставится я вообще даю да а подкрутку я тоже сделал подмышку вот так вот намного удобнее боже ребят я прям вообще все забыл я поменялся подмышку здесь вот эти клавиши быстрые в отличие от русской рыбалки можно поменять на и так или на мышку как вам будет удобно на самом деле колокольчик видно все стоит хорошо посмотрим что у нас на вот этой удочки которая в руках если он просто червик да и можно половить каких-то карасей что-то такое в принципе не страшно не сложно погнали забросим просто не недалеко вот так чисто установим здесь удочку можно ставить и воду и как угодно то есть здесь видите как сделано так что вот эти вот ножки они удлиняются под глубину который на которую вы ставите удочку подтягиваем лесочку так чтобы она была натянута что мне уже кажется что просто же вымотал там в ноль короче не знаю плюнет что-то или нет ну и здесь у нас по ходу тоже что-то на карася давайте проверим если смотри и прикорме я поставлю вот такую прикормочку дам нам отеля погнали заброс тоже недалекий сделаем забросик вот такой приятненький есть и подтягиваем лесочку лесочка лесочка вот все видеть ну и катушка крутится все дела здесь все прям понятно по максимуму ладно по моему тут все натянута до достаточно клево окей ребятки давайте ждать первую поклевку хотел сказать я ну вот она уже первая поклевкой и у нас намечается тут по моему что-то это мега здорово да и вот ребят все я поднимаю удочку и начинаю сматывать я ничего не ставил или как рыба есть нету не могу понять у да ребята заново учиться играть можно сказать 4 все прям забыл короче да есть рыбка есть рыбка вот так вот это у нас плотвичка вот такая вот плотвичка на двести двадцать четыре грамма миксы записала значит это чатовая у порвал леску поводу полтора килограмма жесть я пискаря порвал леску паренёчек на хобби скорее леску порвал ну да ну да идиоту красавы воин воин однозначно все закинули подтянули леску я думаю что вот эту удочку уже тоже можно короче перезабрасывать потому что но я слишком слишком сильно вымотал там короче все всю леску тут нет такого что ты потягуешь леску у тебя начинает колокольчик сильно возмущаться как-то просто закинул подмотал и все и вот у тебя уже леска стоит все хорошо здесь тоже все хорошо отлично я очень жду уже карповых поклевок ребятки будут ожидать у вас томить кстати смотрите в водомерки плавают там лет что это водомерки же да да ну похоже на водомерок во всяком случае у нас клюет какая-то удочка к сожалению сложно понять какая судя по всему вот это вот потому что она перетянута здесь больше всего нет это не она ну а вот это вот снова видите когда все подсекаем текая принципе там уже было понятно что что то есть леска у меня здесь не сильно крутая да и удочка за масс по себе ну такая себе тут знаете нет такого что прям ты как-то люто фармишь на какую-то удочку ну как вот в принципе с 6 уровня уже можно идти карпов ловить себе спокойненько это здорово я не сказал что много в игру играл да но при этом уже подтягивать карпов на свою стартовую сборочку который меня пока что одна но и думаете посидеть нормально поиграть да он будет больше вот трофейного ёршика тоже взял на низком уровне что мега приятным на самом деле как-то внушает доверие игре тип вот но игра у нас платный ребят и зрители которые находятся в россии вам я рекомендую при покупке игры заглянуть в к play потому что говорят что в к play игра намного дешевле чем в стиме а разницы особо никакой не будет крупный ёрш между прочим почти трофейный ёршик это мега хороший ёрш хорошо записали с ёршом моим крутым да записали отлично больниц рисит клюет да мелочь всякой на вот эти вот удочки на слабенькие хочется карпов арпика хочется потягать то хочется хочется ребят 7 утра иди торпы тут и днем и ночью должны клевать как и везде в принципе если что в чате я карпов и не видел если честно чем не нравится то что можно на alt нажать и мышкой короче вот это вот все до шевелиться двигаться короче все пока есть достали подлеща до механика здесь немножко другая физика доставания выуживание вываживание она немножко другая но я бы не сказал что и не будет вам непривычно прям капец ну да те кто наигрались уже в русскую рыбалку они такие немножко побегают ну надо будет привыкнуть потому что это совсем другое конечно русская рыбалка как симулятор намного достовернее план того что ребят там физика вот уваживание от этой борьбы с рыбой она намного круче оформлена хотя и здесь это есть и в своей мере это сделано нереально круто то есть как для вот симуляторов рыбалок конечно лучше чем за эндлер и все равно уваживание не видел даже в русской рыбалке не то но честно скажу вот эти вот вот это вот игра до ничем не хуже русской рыбалки и вот она вот мне например нравится больше чем тот же fishing planet вот чем-то нами больше нравится а локация здесь на самом деле ничуть не меньше только посмотрите на ребят россия коми шотландия казахстан архипелаг норвегия азербайджан сербия финляндия швейцария италия индерланды херсон ребят украина франция чехия польши и россия кстати на восьмом уровне открывается россия речка про ну мы заценим речку пруд обязательно здесь тоже клюет да давайте да во время и потек все здесь нормально в этом плане чем-то если честно сказать это игра мини напряжный чем русская рыбалка 4 вот в ней что то есть такое знаете что меньше как-то напрягаешься меньше какой-то вот этой вот занятия блин меньше горячих жоп мне кажется в этой игре и чем в других вот она есть такое на коменте не менее дружелюбная на самом деле что касаемо доната ребят донат в игре есть сам разнообразный но тот же премиум стоит здесь образы дешевле я вам честно говорю даже там на три дня на семь дней вам понравится потому что стоит она намного дешевле есть у меня тоже подсад да у меня длинный подсад не обращать внимание крупный но не трофейный карась ведь ребят рыба по-разному если рыба крупненькая вы ее уже в руках там на весах не будет держать вы можете рассмотреть и точно так же русской рыбалки вот что тоже неплохо и текстуры рыбы мне абсолютно нравится я и мне нравится пушечка ладно подпасами на паузу я хочу сейчас вам показать лову карпиков то есть попробовать все таки выдернуть карпика на бойлике да но для этого надо немножко может перезабросить потому что наших до ускорения есть все дела нам показывают рельефно и здесь есть и шкининговой ловли какой ловли столько нету но я хочу при забросить вот эту вот на карпа до штучку-дручку потому что что-то мне кажется что мы немножко не забросили до клипсы да и тут уже клюет как можно писать смотрите ребят цветовая гамма меняется абсолютно вот видите этот туман приятный туман это не как русской рыбалки туман и цветовая гамма очень приятная а игра выглядит ну не вырвиглазно да она очень насыщенная насыщенная но нету вырвиглазных элементов вот это приятная водичка до которой отражается голубое небо и так далее это мега хорошо что ж подлещик у нас есть хорошечно забираем подлещичка себе да на все дела блин нравится также ребят я не сказал что в этой игре вы можете вели играть с другом на одной локации да для этого вам нужно вступить в рыболовный клуб и зайти на одну локацию я бы очень хотел вам это показать поэтому сейчас нас небольшая пауза и возвращаясь уже с какой-то интересной информации или рыбкой ребятки это конечно не кар ну что-то мега серьезная мне тут присела мне тут что-то хорошее присела фрикцион трещит прям ну прям ну трещит почему-то а чё так трещишь то странные звуки да ребят немножко или это на другой удочке нет это на этой удочке тащит фрикцион ко мне катушка да не очень приятно очень просто я бы сказал громкий звук да поэтому давайте мы вот это все потише сделаем так будет приятнее много ну конечно каждый экран устраивается под себя блин графен вот мне нравится мне нравится это приятная атмосферка в игре конечно русская рыбалка с канала него не пропадает это как дополнительная игра я бы сказал ребят я думаю что всем рано или поздно доедает немножко да вот каждый день играть русскую рыбалку и надо немножко отдыхать тематик рыбалки на моем канале людям нравится мне пока страшно даже снимать что-то другое пробовать ну вот эта рыбалка она меня вдохновляет на то чтобы делать какие-то интересные ролики да что-то мы ни хрена не тянем по моему что то это похоже очень сильно на какой-то размот я думаю что мы вот так будем тянуть на пределе наших сил пиши зажмем я вот не могу понять помощи тянем что-то там или нет это вполне возможно что клюнул карп вероятность на это большая но дело в том что это не карпа не карповая удочка здесь стоит не бойлы и вообще она слабенькая сама по себе а самое интересное что рыба она не не быкует назад то есть это какое-то такое бревна подобное а не дергается видите с шкала здесь это все реализовано вы уж поверьте и это просто какая-то рыба притыренная вот в чем дело ладно вот лесочка она уж совсем рядышком ребятки я там написал сейчас что снимаю да и я знаю что меня должны пригласить в клуб ну ребят в клубке не хочу напрашиваться а вот ох карпик это карпик маленький небольшой карпик карпуша иди ко мне мой сладенький зеркальный вот так вот он выглядит конечно темноватый немножко на два килограмм чика 646 грамм чиков не ожидал я зашел вот на червика не ожидал лет такой поклевочки совсем я не ожидал что ж ладненько кстати если вам интересны цены на выловленную рыбу можете вот посмотреть по моему садку например карпик стоит 787 тут конечно не серебряные монетки можете создать серебряные монеток да карасик стоит 15 серебряных монеток то есть все не так уж и полно это крупные виды митя крупный ёж кстати о чем со звездочкой а это как видите они все со звездочками но трофеи он отдельно помечается то есть есть разного степени есть зеленая звездочка есть фиолетовая звездочка и розовая звездочка эти розовые звездочки стоит дороже всего вот она как хорошо вот и продать все мы можем за 36 56 кстати хотел вам сказать ребятки что здесь ежедневные задания помимо ежедневных вот можете получить жетоны рыбаков плюс 69 монеток 905 опыта то есть жетоны золотые монетки то есть то по сути что является донатной валютой мы можем с вами зарабатывать прямо в игре просто за выполнение ежедневных заданий это ли не круто это ли не здорово это здорово и круто вот как мы уже абсолютно на другой локации можем наблюдать совершенно другие виды очень яркая красивая трава вот это вот все выглядит симпатично выглядит симпатично на оптимизацию можно цена при условии то что здесь куча травы куча всего абсолютно никаких ладно вот здесь немножко что-то дропается меня но так то вообще принципе с мышкой сильно не дергать вообще никаких нареканий на на игру нет при вытягивании рыбы никаких подписаний быть не может при таких настройках да при таких вот количествах кадров секунду и так далее локации супер большие мне чтобы добежать сюда надо потратить реально много времени хотя это стартовый пруд по сути на на базу ребят есть быстрое перемещение то есть вам не надо перезаходить в игру чтобы вернуться к рыбному магазину либо к обычному магазину и это я считаю плюс игры пойти теперь рассмотрим меню профилям нашем профиле мы можем посмотреть по морю поймали трофеев да сколько на дону и на поплавок и так далее а здесь показан наш опыт сколько нам нужно опыта до следующего уровня наш уровень никнейм по которому нас можно найти есть рекорды ребят рекорды это здесь пишет рекорды людей то есть на этом озере кто сколько словил общие рекорды есть еще что-то интересное происходит ну ладно вообще рекордом не будем рассматривать это я пока не то тупил окей интересно что произошло а все я понял это я случайно вышел все абсолютно нормально возвращаемся к игре кстати игра очень быстро грузится давайте зайдем все таки наш профиль если не будем забыть вообще рекорды статистика ребят а тут можно смотреть по названию появится по количеству по рейтингу короче то есть статистика это трофей ваши да например здесь я закрыл только трофейного ерша на стартовой локации что на самом деле такой себе здесь показаны рыбы которых можно ловить на стартовой локации а есть достижение достижение это не просто награда которую получаете себе в профиль стима вы каплей или где-то еще здесь вы можете получить внутриигровые награды а на водоеме вы можете посмотреть всю рыбу которая водится на определенном водоеме здесь есть небольшая информация то есть мирная промысловая мелкая донная живется рейтинговая рейтинговые рыбы меняются когда мы только начинали играть и делал обзор красная перка была рейтинговой рыбой то есть постоянный идет смена рейтинговая рыба рейтинг это рейтинг по игрокам то есть можно задать себе давайте в топ игроков вообще стать самым крутым там да и так далее лун рейтинг здесь есть клубы опять же про что я говорю и куда я пытаюсь попасть чтобы показать вам механику где можно видеть друг друга и вот здесь вот уже ребятки клубы соревнуются то есть это нереально круто ну и турниры турниры есть общие турниры и приватные турниры приваты турнира сейчас надо имя нету но я снимаю поздней ночью сейчас 3 часа ночи ребят но при этом в общей тур и турниры есть вот подъем россия река и миссии да и мы здесь можем вот поучаствовать с первого по соту уровне и вот да можно посмотреть награды какие есть инфо примерно за первое место человек получает 10 тысяч опыта и турнирные жетоны 10 штук что нереально круто на самом деле и вот так вот можно участвовать в турнирах от разработчиков игры что ж это очень классно но мы сами перейдем к следующей фишке игры следующая фишка игры это у нас внутриигровой аукцион где любой человек может выставить лот то есть крафтовая наживка да какой-то сундук например или уменьшим vip да за внутриигровую цену то есть можно купить vip ребятки не за донат а за заработанное нами серебро в игре ресурсы палатки лагере там давай вот палатка в упаковке и многое другое это нереально круто возможно я ошибаюсь что это может делать игроки но насколько мне известно это действительно контролируется игроками как мне сказали и я в это верю ребятки вот так вот возвращаясь опять к рыбалке могу сказать что интересно что такая рыбака керш например в этой игре ловится не только ночью как русской рыбалки а и днем и это правильно ведь на самом деле ребят ну все кто ловил ахирша скорее всего ловили его днем на самом деле вот я не за я лично и не знаю такой человек который ловил бы и решение в реальной жизни слил бы его ночью потому что никто из моих знакомых особо там ночной рыбалкой не увлекался знаете но при этом даже я того же верша ловил днем и это правильно на самом деле хотя рыба делится на ту которая ловится днем и ночью и ночью до ёрши клюет поактивнее чем днем вот сейчас немножко еще постою здесь и и постараюсь все-таки в три часа ночи сложно но достучаться до кого-то кому можно попасть в клуб и тем самым показать вам механику встреча двух игроков давайте сейчас проговорим поговорим про водный транспорт есть лодки разных категорий это есть надувные лодки есть каяки байдарки вот такие вот да ну и да здесь пока на этом озере недоступны какие-то супер крутые лодки но мы все равно можно спокойненько выбрать лодку и сесть в нее самом деле это совершенно бесплатно на некоторых путах конечно из платные лодки да на некоторые бесплатные ну сделано это нереально круто то есть это предправляет кого-то что ли реализма игры блин вообще графика и физика воды мне нравится и мы идите грибом левым потом правым там левом и как раз подплываем к нашему спор туда где мы ребятки весельный ход на джей можно до кинуть якорь можно короче вот там ребят и на берег можно вылезти с лодки конечно припарковать ее там где вам нравится это ли не чудо это здорово и вот у нас поклевочка ребят думаю конечно лодку как-то правильнее ловить что ли с этим с там со спиннингом с фирм не половить из лодки но при этом прикольно то есть можно ловить и троллингом здесь это все реализовано для тех кто задается таким вот вопросом ребятки в общем ребят это конечно далеко не все что я хотел показать вам и рассказать в этой игре и давайте так вы как мои подписчики решаете будем ему продолжать играть в эту игру но если появится новые зрители то вам приветик спасибо за подписку ну и в таком случае будем дальше продолжать играть в эту игру конечно же в следующей серии мы посмотрим на то как мы встречаемся с людьми на какой-то локации я уже зайду днем найду людей тем более меня друг играет нее и что-то придумаем ребятки но с вами был антон всем отличного дня хорошего настроения не забывайте про ваши лайки и комментарии и до новых встреч пока пока